23 января пройдет турнир, пройдет он онлайн на сайте ChessKid. И этот турнир проводит совместно Международная федерация шахмат ФИДМ и ChessKid. Состоится этот турнир 23 января 2021 года для детей в возрасте 12 лет и младше. Два турнира будут проходить. Один начнется в 12.00 по Москве, другой в 20.00 по Москве. Восточный и западный. Это сделано так, чтобы ребята из разных полушариев, из разных стран было бы удобно принять участие. На морковку уже подали заявку, ну замечательно, я очень рада. Надеюсь, что все регистрационные вопросы тоже будут решены. Призы будут включать участие в мастер-классах, в том числе от меня, но также от экс-чемпиона мира Вишванатана Ананда и чемпионки мира по быстрым шахматам 2019 года. Очень сильный индийский шахматистки Хампи Канеру. Для участия надо зарегистрироваться на онлайн. Если вы регистрируетесь в разные дни, то там разные взносы будут. Но если вы зарегистрируетесь до 10-го дворя сегодня, до полуночи включительно, то минимальный взнос будет 25 долларов. Но все участники турнира получают официальный сертификат об участии. Два месяца золотой подписки на чизки, которая стоит 20 долларов. То есть, в принципе, участие в турнире практически бесплатно. К тому же разыгрываются золотые и бриллиантовые призы в каждом зачете. А это приглашение на мастер-классы с уже упомянутыми гроссмейстерами. И лотерея проведена будет 28 января. В принципе, все подробнее вы можете прочитать по ссылочке, которую я сейчас в чате брошу. Как проходить регистрацию? Потому что здесь могут возникнуть проблемы, так как регистрация на английском языке. Давайте посмотрим. Во-первых, вы выбираете, в какой дивизион вы хотите записаться. Мы видим, что сбор за раннюю регистрацию, то есть при оплате до 11 вечера сегодняшнего дня по Москве составляет 25 долларов. Ну, вообще регистрация завершается 20 января 2021 года за два дня до начала турнира. Итак, выбираете турнир «Восточный дивизион», который начинает играть в 12.00 по Москве, или «Западный». Турниры пройдут онлайн на сайте ChessKid. Контроль времени 10 минут плюс 2 секунды на каждый ход, 7 туров. Ожидаемая продолжительность каждого из турнира – 3 часа. То есть достаточно длительное это мероприятие. И два зачета – с 9 до 12 лет и до 8 лет. Возраст считается по состоянию на 1 января 2021 года. То есть детям, которым в этом году исполнится 13 лет, но на данный момент им на 1 января 2021 года, им еще 12, они могут принять участие. Итак, выбираем дивизион, ну, допустим, «Восточный». 12.00 по Москве начало. Нажимаем на кнопочку «Регистрация». Все на английском, но пугаться не стоит. Еще раз можно всю информацию на английском прочитать и нажать кнопочку «Зарегистрироваться». Вот слева внизу «Register» написано. Нажимаем кнопочку «Зарегистрироваться». Видим форму регистрационную. Опять же, все на английском. Заполняем латиницей наше имя и фамилию. Пишем «Саша». Можно отчество, не обязательно. Саша. Саша К. Дата рождения. Ну, указываем, какая дата рождения. Здесь у меня возникают проблемы, потому что так. Ну, давайте выберем 10-й год. Ну, какую-то дату. 1 февраля. Вы указываете дату своего ребенка. Зачет 9-12 лет или 8 и младше. Ну, так как я выбрала 2010 года, написала условную дату рождения, то выбираю секцию с 9 до 12 лет. Зачет. Шахматный рейтинг. Если есть у вас рейтинг, пишите. Рейтинг Фидея или рейтинг российский тоже пишите рейтинг. Ну, допустим, 1000. Здесь в строчке «Fair Play Agreement» надо написать «Agree». Вы согласны, что записывая ребенка в этот турнир, вы будете играть по так называемым «Chess Kit Fair Play Policies», по честным правилам сайта Chess Kit, о которых можно подробнее прочитать вот по этой статье. Ну, своего рода античитерские правила. Этот турнир будет в том числе проверен на античитерскую... Запущены все партии на античитерскую проверку. И, безусловно, пользоваться помощью компьютеров или внешних средств родителей в том числе считается игрой не по правилам. Страна. Ну, указывайте страну. Если это Россия, то пишите «Раша». Можете что-то дописать. И пишите свой email. «Мой email» – это mail.ru, например. «Продолжить». Так, вот, КСАша хочет записаться. Еще раз смотрим. 25 долларов взнос стартовый регистрационный. Пишем, что готовы заплатить. И пишем «Просить to check out». Вот здесь вот может быть сложность, потому что... Да, потому что все это через PayPal. PayPal проходит. Соответственно, если у вас есть аккаунт PayPal, вы пишите свой адрес email PayPal и пароль. Нажимаете «Логин» и там как-то оплачиваете. Если нет, можно создать аккаунт. В некоторых странах есть кнопочка, которая позволяет заплатить кредитной картой. В Америке такая функция есть, может быть, в других странах. Но у меня такой функции нет. Связавшись по этому поводу с организаторами и сказав, что могут быть проблемы с оплатой, потому что система PayPal не так распространена в России, мне сказали, что при любых проблемах можно писать, в том числе с оплатой, можно писать на email, который я сейчас в чате бросаю, и вам, возможно, отправят какую-то ссылочку, где можно будет заплатить кредитной картой. В принципе, все. 23 января этот турнир будет транслироваться в прямом эфире и на шахматном телевидении сайта ЧСКОМ. И я надеюсь, что ребят из России тоже там можно будет увидеть и можно будет за них поболеть. В принципе, и все, что связано с регистрацией. Надеюсь, что это не так сложно и вам удастся все эти шаги преодолеть.